МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Про нововведение у работе Гомеля «Абл пассажир транса» у актуальным интервью рассказал директор предприемства Дмитрий Камзолау. Сёння – Международный день театра. А зараз про это и иншее больше подробязно. Сёння християне-католики означают «Велик день». У вечера Великой субботы у католицким соборы Гомеля отбылася великодная имша. У кастёля Рожаства Божией Мати присутничала каля трохсот вернеков. Почалося усё за саблевой литургии святла. Почас гэтой литургии у дворы кастёла распалили вогнища, от якого святар запалил великодную свечку – пасхал. Яна символизует воскреслого Христа. На баженство на гэты раз означали упроба шпарафи слова «Мир лясковский». С гэтой свечкой у рачистой процессии к сёнзу выходить у храм, у яким загадя цалком сгашено святло. Так отбылося благословлёння огню. И прыхаджане от гэтага огню запаливают свае свечки, яке потым понясуць дадому, як частку священного вогнища. Дорогие братья и сёстры в Христе! Мы все дети Господа Бога, какой бы мы верой, национальностей не были. Господь Бог создал всё, создал человека к счастью. И в Библии сказано, всё, что Бог создал, прекрасно. И Господь Бог нам говорит, что наша земная жизнь – это 70 год, если хорошее здоровье – 80 год. И потом наступает другая жизнь, жизнь, о которой говорит Евангелие. Увидел я новое небо и новую землю, ибо это небо, эта земля прошли. И цель нашей жизни – стать в другой жизни, в святости. И Господь Бог нам в этом во всём и помогает. И сам Господь Бог говорит, святыми будьте, ибо я святой. В этот радостный праздник – воскресенье Христова – хочу вам всем пожелать Божьего благословления, чтобы Господь Бог благословил вашу личную жизнь, семейную жизнь, чтобы давал вам духовную радость, давал вам святость, потому что от нашей святости зависит и наша эта земная жизнь. Да благословит во всех Господь Бог, Христос воскресе, воистину воскресе. До инших подей, что готовая справоздача старшини Аблвы Конкама перед Советом Депутатов, предпринимательская инициатива региона и новые тарифы на жильево-коммунальные послуги. Головная тема тыдня у экономичном огляде Ганны Ковалевой. Справоздача керавника в области на сессии областного совета депутатов отбывается раз в годы, неизменно выкликая повышенный интерес. По сути, это анализ ситуации в господарчем комплексе. Промысловость, сельская господарка, социальная политика, закрытых темп, а сейчас справоздача не иснует. Гомельская область по-прежнему является индустриальным лидером в республике. За прошлый год мы произвели промышленные продукции на 9,5 миллиардов долларов США. За пять последних лет на сумму более 60 миллиардов долларов. Это лучший результат в стране. Народный господарший комплекс региона спросовал стабильно. Этот вывод старшиня облабыканкам подмасовал конкретными прикладами. Темп промысловой вытворчости первой сей середней республиканской. 60% выработанных опоставляется на экспорт. Сярод партнеров, предприемств и организаций больше 100 края света. Темчасом, леташние выники у инвестиционной деятельности на этом тыдне обмерковали на посаджение облабыканкам. В контексте темы охочены планы створения новых рабочих мест. Эта тема для представников УЛАД в последние месяцы особенно актуальна. Первопочатковая размова ишла о працевладковании 2,5 тысяч человек в 2016 году. После дохода к 23 лютого вышел указ номер 78 о мерах по повышению эффективности социально-экономичного комплекса Республики Беларусь. Задача ускладнилась. По коль официйное задание у Радом Краины недоведено. Охочивается прикладная лежба у 3600 працевных мест. Однако облабыканками выполнены, что кольяна вырастет до 5000, это не станет проблемой. Алоуна у довольно непростых экономичных умовах упирает оптимизация на предприемство, колькости працующих, заховать высокопрофессийные кадры. Из направления это новые предприятия, новое производство. Вы наверняка знаете, что мы по этому количеству вновь создаваемых новых предприятий практически являемся лидерами в Республике. Достаточно вспомнить нашу деревообработку, три завода. На выходе вот в этом году мы планируем два завода. Светлогорский целлюлозный картонный комбинат ведет и в Добруши. Планируем 16-й год. Вот металлурги увели, НПЗ Мозырский уведет. Еще мощности очень большие. Нефтяники работают активно. Поэтому мы, конечно, работаем над созданием новых, абсолютно инновационных производств, которые бы чувствовали себя уверенно на перспективу. Створение прационных месяцев немогчимо без протягнения замежных инвестиций. Над Адзиномом и Тгумельским Абл-Ваканкамом на огольную сумму больше 2 миллиарда долларов заключено 179 погоднений, с яких 63 реализованы и 66 находятся у стады реализации. Приходят новые абсолютно инвесторы и создают хорошие мощности. В этом году у нас тоже будет таких несколько производств. Мы в отрасли гидравлика создали как минимум два уже. К нам идет украинский капитал, с учетом ситуации, которая складывается на рынках Российской Федерации и Украины. И, безусловно, для нас хороший шанс воспользоваться этим моментом и привлечь сюда потенциальных инвесторов из нашей соседней республики. Так самые великие надеи по выполнению задачи процесса уладкования насильниц связаны с предпринимательской инициативой. Хоть о перешних рыночных умовах, малый и середний бизнес, но ценный фундамент для развития экономики. И все неясная шмат прикладов у развитых краинах свету, калей добробыт грамадян сбеспечивается минавито приватным сектором. Важный крок на этом тыдне был здействнен и у сферы жилево-коммунальной господарки. Гранично допущальные цены на ее послуги были зацвечены указом президента Беларуси. Сгодно с ним поменьшаются тарифы на послуги водозабеспечения в 1,7 раза. Вода 2 дня больше, как у 2. А кроме того, устанавливается граничный тариф за техничное обслуговывание кодовых дверей и домофонов у померы 9100 рублей на одну квартиру. Так само изменяются подыходы до наличия неплаты за техничное обслуговывание лифта, уборку допоможных по мешканню, электроэнергию на осветление местов агульного корыстания, работу допоможных обсталявания. Усёх это теперь будет различиваться в зависимости от количества грамадян, которые проживают у квартиры. У Гомеле на припынках грамадского транспорта плануется усталявать экраны, где будет размещенный график руху аутобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Про это и иншее нововведение у работе коммунального транспортного унитарного предприемства в Гомеле Абл Пассажир Транс актуальное интервью с директором предприемства Дмитрием Камзоловым. Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Предприятие Гомель Обл Пассажир Транс было создано 15 декабря 2011 года. Расскажите, пожалуйста, какие задачи сегодня вы выполняете и как оцениваете результаты первых лет работы? Да, сегодня можно говорить, что предприятие нашло свою нишу в организации перевозки пассажиров. В рамках этого было заключено со всеми гороисполкомами договорные отношения на организацию перевозки пассажиров. Была создана контрольно-ревизорская служба, отдел организации перевозок, диспетчерский сектор по организации дорожного движения, который сегодня занимается под проведением конкурсов на право выполнения перевозки пассажиров, изучаем пассажиропоток, формируем схему маршрутной сети. Если сегодня говорить о том, каких успехов сегодня добились, то мы сегодня единственный оператор на территории Республики Беларусь, который именно в областном значении осуществляет организацию и контроль работы пассажирского транспорта. Одна из главнейших функций заключения договоров с транспортными перевозчиками. Расскажите, сколько их было подписано в 2015 году? Да, в действительность. В 2015 году мы заключили более 300 договоров с перевозчиками негосударственной формы собственности, а также с таким крупным предприятием-перевозчиком Гомель-Обл-Автотрасс, где в этих договорных отношениях четко прописаны права и обязанности как перевозчика, так и оператора пассажирских перевозок. Дмитрий Михайлович, научно-технический прогресс не стоит на месте и затрагивает абсолютно все сферы. Расскажите, как вам новые технологии позволяют осуществлять контроль за соблюдением водителями правил перевозок и расписания движений? Внедрили GPS-навигацию на пассажирском транспорте, который осуществляет перевозку пассажиров в регулярном сообщении. Внедрили автоматизированную систему диспетчерского управления. Данная система сегодня предусматривает не только смотреть работу автобуса в режиме онлайн, а также контролировать и управлять процессами именно перевозки пассажиров, позволяет контролировать скоростные режимы автобусов и водителей, позволяет сегодня информировать пассажиров в режиме реального времени, как через средства интернет, так сегодня мы прорабатываем инновационный проект, нашли сегодня инвестора для города Гомеля, который будет размещать на остановочных пунктах табло, которое будет информировать сегодня пассажиров по прибытию транспорта, не только автобусов и троллейбусов, а также в том числе и маршрутных такси. В последние дни в интернете активно обсуждается тема введения графиков для индивидуальных предпринимателей, которые занимаются транспортными перевозками или другими словами для маршрутных такси. Расскажите, как нововведение отразится на их работе и с какой целью вводятся графики? Местные органы власти, а также жители говорят о том, что на конечных остановочных пунктах засоряют водителей маршрутных такси соответствующие территории, там, где они находятся. Поэтому в целях сокращения отстоев на конечных остановочных пунктах было разработано расписание движения маршрутных такси. Есть много моментов сегодня положительных, которые нашли сегодня перевозчики. А именно, раньше по живой очереди они приезжали, как они говорили, в 5 утра занимать очередь. Сегодня, согласно действующему расписанию, водитель, приезжая на маршрут, он сегодня знает точное время и во сколько ему приезжает. Поэтому режим труда и отдыха сегодня именно контролируется как перевозчиками, так и нами, как операторам пассажирских перевозок. Дмитрий Михайлович, и последний вопрос. С наступлением дачного сезона будут ли какие-то изменения в расписании движения на пригородных маршрутах? И как сегодня жителям области можно следить за изменениями в расписании? Можно ли это делать, скажем, через интернет? Рассматривается вопрос с заказчиками и перевозчиками увеличения количества рисов в дачный период, а также будет ставиться подвижный состав соответствующий. То есть увеличивать будем провозгнуть возможность для пассажиров. Эту информацию сегодня можно получить как через средства массовой информации в газетах, по телевидению будет доведено до пассажиров, а также через средства массовой информации и интернет, через сайт Гомецкого автовокзала, операторов пассажирских перевозок и самих перевозчиков. Дмитрий Михайлович, спасибо вам за такую интересную и содержательную беседу. Всего вам хорошего и до новых встреч. Спасибо. Специальный репортаж Вероники Ворошилиной. Сегодня у Гомельской области працуют четыре театры. Найстарейшим заявляется Гомельский областный драматичный 76-годовый «История запляшима». У свой час он был створен на основе актерского курса народного артиста СССР Леонида Леонидова, и одразу ж гучно заявил про себя. Минули десяти годы, однако, во установе бережливо заховываются шматгодовые традиции. У 1999 годе Гомельскому областному драматичному театру было присвоено звание «Заслуженный коллектив Республики Беларусь». Зараз творчую трупу складают признанные майстри сцены, народные и заслуженные артисты Беларусь, а так само молодые актеры, якие поступово пераймают в опыт своих старыших коллег. На базе установы традиционно проходить международный фестиваль театрального мастатства «Славянские театральные сустречы». Заслуженный коллектив так само может похвалиться насыщенной и поспяховой гастрольной деятельностью. Меж тем, спектакли и творчие вечары, якие ладятся у Гомельским драматичным театры, завсёды корыстаются великой популярностью у горожан и гостей города над Сожем. У опошний час показ премьерных постановок тут супроводжается ведовичными перфомансами, призванными дарить глядачам яркие эмоции и уражени. Даречу, уже в ближайший час на ведвальников Аблдрамтеатра чекают новые премьерные проекты. 15 апреля состоится премьера спектакля по пьесе Бернарда Слейда «Там же, так даже». Это любовное путешествие во времени, тоже такой своеобразный подарок нашим зрителям. Ну и вот буквально на днях приезжает режиссёр из Санкт-Петербурга, который приступит к постановке нового спектакля, это будет Ромео и Джульетта. Бадай самым привабным с театральных будинков для юных же хороу региона заявляется в Гомельске державный театр «Лялик». Для увахода на ведвальников сустракают фигуры казачных персонажов, что одразу створяя позитивный настрой. Але при этом дети заявляются самыми потребовальными театральными крытыками. Заслужить их увагу и ширую смешку часам новосоправным майстрам сцены бывает непросто. Менавито тому у Гомельским державным театра «Лялик» до выбора репертуару подыходить вельми отказно. Кожную будущую постановку сторона анализует и адаптует под взрослую аудиторию. Спектакли театра «Лялик» основным признашены для детей, однако есть и для дорослых. У репертуары творы белорусской и русской драматургии, так само сусветной классики. Театр неодноразово становился лауреатом и дипломантом престижных международных фестивалев. Гастрольная география охопливает просторы от Испании до Владивостока. До прикладу трупа только что вернулась из Тамбова. У ближайших планах – у делу международных фестивалях у Душан-Б, Набережных Чалнах и Минску. До решения глядячи на насыщенную гастрольную деяность, артысты у Гомельского державного театра «Лялик» постоянно радуют своих юных глядашоу цікавыми премьерами. В начале апреля состоится премьера. Это будет спектакль, когда я стану облаком по корчику. Это, ну, такая часть экспериментальная спектакль. Вот такую уже адресность не пропишешь ее, для какой категории – для маленького, среднего или подросткового зрителя, который там делится на свои полупериоды. Есть на Гомельшине театр, який отказывает густу молодежной публики. Йонес Нуе – амальчверцтагодзя. Свою сучасную назву и статус «Гомельский городский молодежный театр» установа отримала в 2008 году, решением Гарвы Конкама. За годы деяности театр обил ставку на интеллектуальную, сучасную, российскую и замерзную драматургию. Многие спектакли носили экспериментальный характер, вылучались камерностью, умостатским оформлением и манерой актерской гульни. Тут ставились комедии, мелодрамы, психологичные пьесы, каски для детей. Зараз особливая увага у формирования репертуара у Гомельского городского молодежного театра надается белорусской драматургии. Каля 300 спектакля и больше за 100 тысяч глядашоу по городах и вёсках Гомельской области. Так у личбах выглядает театральный сезон Мазырского драматичного театра «Имя Мележа». Тут отцветковали 4-вековый юбилей, але театральным традициям больше, як 100 годов. Перший драматичный гурток у Мазыры з'явился ясчо у 1913-м, однак свою властную историю сучасный коллектив веде с 1990 года, каля буутворенный Мазырский драматичный театр. Лиричные и музычные камедии, спектакли для детей, военная тематика. Многие из постановок становились лауратами международных фестивалей. По традиции свое профессийное свято артисты Мазырского драматичного театра «Имя Мележа» сустрели черговой премьерой. Треба отзнашить у селеднем театральном сезоні, их заплановано 5. Три дитячие казки и два спектакля для дорослого глядача. Театры Гомельщины тримают высокую профессийную планку, и они не спиняются на досягнутым и мкнутся до развития и росту. Зъявляют глядача самыми креативными и нестандартными подыходами. Бо развитие театра не отдельно от развития громадства, играя важную роль у духовно-моральном и культурном развитии нации. Мне с удовольствием хочется поздравить всех служителей театра, потому что в театре не работают, а театру служат. Чтобы у них был творческий подъем всегда, всегда было настроение, всегда была возможность реализовать себя. И тепла в сердцах, в душах, хорошего настроения и всего самого-самого лучшего. У наступную суботу другого красавика официально стартуя футбольный сезон у Беларуси. Отбудутся матчи первого тура чемпионата Украины у высшейшей лизе. Один и представник нашего региона у турниры «Мазырская славя» сгуляет на своем поле. Подначаленные Юрея Пунтуса будут принимать команду-сенсацию минулого сезона у столичных Крумкачоу. Об иных отметных спортивных падеях наступных сямидеон расскажет Максим Савин. Шарговое сопростояние головных претендентов на перемогу уже ночным гандбольным чемпионате. Краина отбудется в ближайшуюся роду. На этот раз Гомель и БНТУ «БелАЗ» сгуляют в Минску. Минулая сустреча этих команд завершилась перемогой гамельчанок. Треба думать, что столичные гандболистки зробят усё, кабы реабилитоваться перед своими болельщиками. Раз-два дни выязная серая Гомеля протягнется у Гродно с устречой с Городничанкой. У мини-футбольным чемпионате Беларуси у наступные выходные отбудутся гульни 27-го тура. На паркете спорткомплексу «Лакомотив» у Гомеля отбудутся два матчы. БЧ будя примать могилевские форты, а агрокомбинат «Паудневы» чакая у гостей столичную ахову «Динамо». В РЗ Светлогорске и ЦКК отправятся у Минск. Вагонобудовники сгуляют с мопидом, а ЦКК со столицей. Гомельский Гацар первого и другого красавика проведет черговые поединки Мужчинского баскетбольного чемпионата. У Гродно гомельчане двойче сустренутся с приемлемением. Нагадаем, что зараз Гацар займает опошный четвертый родок группы Б национального чемпионата. На рахунку гомельчан только три перемоги. И на этом наш выпуск завершен. У студии працывала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги жадаем вам удалого вечера. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин